С нами в эфире Иван Федоров, городской голова Мелитополя. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Также на этой неделе вы сообщали, что грузовиками буквально российские оккупанты свозят своих раненых в Мелитополь. Кроме этого, известно, что морги переполнены российскими солдатами, сирийскими наемниками, и уже даже не помещаются все эти тела, открывают новый морг. То есть все это может говорить об огромных потерях на запорожском направлении в рядах оккупантов? Только за последнюю неделю официально подтверждено, что оккупанты на запорожском направлении в Пологах, Ясном, Мирном, Михайловке несколько раз и еще ряде населенных пунктов, которые и вы перечислили, Генштаб подтвердил, потеряли как минимум 1200 своих фейковых военных. Почему фейковых? Потому что в основном на сегодняшний день на запорожское направление они пытаются отправлять как пушечное мясо мобилизованных, которые не одеты, не обучены, не укомплектованы всем необходимым и зачастую еще и пьяные. Поэтому сегодня сумасшедшие потери у них есть. Для этих, для скрытия данных преступлений они построили в Токмаке крематорий, который работает постоянно для того, чтобы они скрыли эти потери, и для того, чтобы не показывали на самом деле, какое количество своих солдат рашисты убивают. Также мы видим тенденцию, когда уничтожаются их склады боеприпасов, их штабы. Например, поликлиника, больница, которая была в Пологах, она как больница давно не функционировала. Но в этой больнице находились некоторые раненые рашистов, но, что важно, находился их склад боеприпасов. Так вот, первым делом с этой больницы они начали эвакуировать не своих раненых, это они начали делать только через несколько часов, а начали в первую очередь эвакуировать свой склад боеприпасов, а после этого уже позаботились о своих людях. Это и есть истинное лицо рашистов, это и есть истинное лицо руководства российских солдат, каким образом они переживают за своих военных. Теперь понятно, откуда эта страшная статистика для российских оккупантов, когда в сутки от 500 до 800, а то и до 1000 гибнет. Ну вот, пожалуйста. Это, кстати, на заметку тем, кто нас смотрит сейчас на территории Российской Федерации. Вот куда ваши мужчины едут на убой. Но мстятся, очень подло мстятся оккупанты, и это уже их привычный почерк, обстрел наших мирных городов. Известно, что прошлой ночью ударили по Запорожью, и по словам главы Запорожской военной администрации, целью был объект энергетической инфраструктуры. Из того, что можно рассказать, чтобы не подыграть оккупантам, что повредили и какие последствия, есть ли жертвы или пострадавшие? Действительно, что-то повредили, но это точно не те последствия, которые могут подтолкнуть нас, как народ Украины, к тому, что мы смиримся с оккупацией Россия. К сожалению, этот обстрел был, по всей видимости, совершен с территории Мелитопольского района. Именно нашу территорию, временно оккупированную, точнее, захваченную сегодня Рашистской, выбрали как свой логистический административный центр, с которого и ведут обстрелы. Но, с другой стороны, надо заметить, что мирное население на временно оккупированной территории сегодня очень страдает. Например, несколько часов назад Рашисты начали проводить фильтрацию во временно оккупированном городе Мелитополе, перекрыли въезды-выезды, перекрыли движения в центре города, разместив блокпосты на центральных улицах и проспектах, останавливают все машины, все обыскивают. Таким образом, они не прикрывают свою ненависть к мирным жителям. А причина основная. Причина, потому что наши жители не хотят оккупации, и даже после 9 месяцев. Особое зверство местное население испытывает от тех частей, и от тех солдат, которые бежали с ранее оккупированного Херсона, конечно же. Это зверство, эта ярость сегодня отражается на местном населении. Но это не останавливает наших людей помогать нашим спецслужбам, это не останавливает наших людей показывать свое сопротивление, и это точно не останавливает у наших людей, не забирает у наших людей веру в возвращение вооруженных сил Украины. Если мы коснемся вопроса количества российских войск сегодня на территории Мелитополя, Мелитопольского района, это точно десятки тысяч. Только за последние несколько дней они оборудовали несколько новых своих баз. Например, на государственном предприятии «Гидромаш» они разместили свои казармы, и, например, на берегу Азовского моря в селе Ботево, это здравница Азовского моря, они разместили на элеваторе свою рембазу, они разместили в близлежащих санаториях свои казармы. Точно мы это все знаем и благодаря нашим вооруженным силам, и благодаря нашим местным жителям, которые продолжают сотрудничать с нашими военными структурами, для того, чтобы скорее выгнать оттуда расистов. Но мы знаем, как наши силы обороны прицельно и точно могут, и всегда это делают, разбивают расистов, поэтому, думаю, ненадолго они там обосновались в санатории. Иван, скажите, а вот это вот еще большее зверство, еще большее ужесточение и без того жестких режимов жизни в Мелитополе, оно может быть связано с тем, что ночью в прошлой слышали какой-то мощный взрыв в Мелитополе, оккупанты в телеграм-каналах писали, что якобы работало ПВО, что на самом деле произошло? Вы знаете, даже когда горит у оккупантов штаб, они тоже пишут, что сработало ПВО. Даже когда они остаются без вертолета, это все равно сработало ПВО. И даже когда в центре города кого-то застрелили, это тоже ПВО. У них сегодня один рецепт от всего. Ночью действительно приблизительно в полвторого ночи были взрывы в центре Мелитополя, но, к сожалению, это не привело к тому, что пострадало какое-то количество расистов. Но сегодня также чуть-чуть ближе к утру были взрывы в Акимовке, которые привели к тому, что десятки расистов больше не поедут к себе домой, а десятки их единиц техники больше не смогут работать против нас, против украинцев. Поэтому за счет сил обороны, за счет наших героических вооруженных сил ежедневно уменьшается количество расистов и их огневых точек на территории Мелитополя и Мелитопольщины. Вы еще писали о том, что в поселке Мирное под Мелитополем к владельцам тех жилищ, где там две и больше комнат, намерены подселять оккупантов и кадыровцев. Скажите, о каком количестве таких подселенных может идти речь? И вообще, как люди к этому могут относиться, хотя выбора-то нет, наверное? Тут интересная ситуация. В поселке Мирном руководит коллаборант Радьков, который, можно сказать, единственный глава сельского совета, который согласился коллаборировать и открыто поддерживать расистов. И он за руководит российских военных, которых пытается расселить. Формула простая. У кого есть три комнаты, в одну из комнат они должны подселить российских военных. Конечно же, неуместно спрашивать, как на это реагируют местные жители, потому что их мнение никто не спрашивает. Но как только придали огласке данный факт, сразу же штаб расистов в селе Мирном был разрушен в начале этой недели. Я уверен, что таких коллаборантов, как Радьков, их мало, но, к сожалению, вряд ли он предстанет пред судом, потому что жить ему осталось недолго. Даже и такие коллаборанты или гауляйтеры тоже прозревают. Такой, как Рогов, который руководит еще какой-то там частью оккупированной Запорожской области, временно оккупированной, сказал, что оккупационные войска покидают Мелитополь, относятся к нему как к некому временному пристанищу, временному административному центру. То есть, в общем-то, как из Крыма вывозят свои семьи, так и из Мелитополя тоже понимают, что они там, несмотря на все эти войска, которые туда стягиваются, тоже там это все ненадолго. Они понимают действительно, что они ненадолго. Действительно, внутри их идет разборота и шатание. И сегодня они отрабатывают для себя резервные маршруты. Но ключевое, коллаборантов никто не выпускать не будет. И мы с вами видим, что происходит сегодня в Херсоне, когда наши силовые структуры массово находят предателей, сотнями находят предателей, и всех их ждет заключение. Поэтому, если успеет кто-то выехать, то это единичные случаи, а всем остальным придется отвечать перед законом. Поэтому то, что они хотят сделать сегодня, разработать для себя резервный вариант, их любой резервный вариант коллаборантов останется на бумаге, потому что российские регулярные войска и спецслужбы не выпускают предателей по понятной причине. Предатели никому не нужны. Поэтому придется отвечать перед законом. И мы увидим тенденцию последних недель. Массово российские коллаборанты, массово гауляйтеры выходят на связь с нашими местными властями, с нами, с силовыми структурами, и пытаются заключить соглашение о том, каким образом передавать данные и смягчить себе вину. Это единственный сегодня правильный путь. Послушайте, ну вот опять же, почерк один в один. То же самое мы наблюдали в Херсоне и в Херсонской области. Да, сначала гауляйтеры, а потом, пожалуйста, чем мы можем быть полезны. Так и есть. Да. Расскажите, пожалуйста, из того, что можно, о движении сопротивления, какие-то последние, может быть, новости, что-то. Ключевое из движения сопротивления, что после девяти месяцев оно функционирует еще сплоченнее и еще лучше. Мы видим тенденцию, мы видим сегодня, это огромный плюс о том, что расисты перекинули свою технику и основные силы в Мелитополь, потому что в Мелитополе сопротивление и партизанское движение было одной из самых действенных на всей части оккупированной Запорожской области. Поэтому сегодня о всех передвижениях хорошо известно. И мы точно знаем настроение коллаборантов в связи с сопротивлением. Они боятся ходить у себя по квартире, не то что передвигаться в целом по городу. Одно из действий сопротивления видели несколько дней назад, когда в Токмаке был уничтожен коллаборант Гауляйтер, который представлялся начальником отдела полиции. И после каждого такого движения и достижения сил сопротивления в рядах Гауляйтеров и в рядах коллаборантов точно сеется еще больше паники. А это и есть одна из основных целей, которые преследуют наше сопротивление. Да. Спасибо, Иван, вам. Спасибо движению сопротивления. Спасибо всем героическим мелитопольцам. Скоро победа. Спасибо. Иван Федоров, городской голова Мелитополя, был с нами на связи.